Христос воскресе! Воистину воскресе! Тем самым всем умершим, допустим, воскресение для новой жизни. И это круто! Ещё бы круто было, если бы Навальный воскрес, вот это было бы вообще круто! Приходит Путин на инаугурацию, а там привет, это Навальный, вот это был бы номер, вот это было бы по-христиански. Вот. Кстати, я читала раньше в разных христианских легендах про чудотворцев, про Пантелеймона и про других чудотворных святых. Собственно, фигурировала тема воскрешения, то есть, собственно, по идее апостолы и равноапостольные люди должны были воскрешать мёртвых. То есть, как Христос им сказал, что бесов изгоняйте, мёртвых воскрешайте, даром получили этот дар от Бога, даром отдавайте, в общем. И, короче, тем самым Господь позволил своим апостолам и верующим совершать всякие чудеса. Вот, собственно, вот кто бы ещё Навального воскресил, вот это был бы номер. Такая была бы вообще, была бы угарная тема. Вот. Но, к сожалению, наверное, всякие чудеса, связанные с воскресением мёртвых, часто ещё связаны с тем, что... С тем, что это просто чудеса, а сейчас какое-то, видимо, уже не время чудес, а время коммерческих религий. Но всё равно я поздравляю всех, короче говоря, всех верующих и неверующих. Я поздравляю с Пасхой. Вот. Я нашла свою старую, короче говоря, береточку для храма. Я не знаю, зачем я её купила. Я как-то шла в Струнино. Я, по-моему, гуляла несколько лет назад. И мне захотелось зайти в храм, а у меня не было головного убора. И я увидела там как раз недалеко на базаре бабушки продавали береточки. И мне посоветовали береточку для храма. Ну, я думаю, если я сейчас в такой береточке куда-нибудь... Биареточке куда-нибудь затусуюсь в храм, меня, наверное, за оскорбление чувств верующих могут принять. В общем, надо кому-нибудь презентовать береточку. Это она просто... Не, она прикольная береточка с цветочками. Просто она детская. И на мне смотрятся весьма... Тут ещё такие пейсы надо вытащить. Будет вообще уматная береточка. А на улице хорошая погода. И да, я хотела бы сходить погулять. Прекрасно, что есть такие праздники, как Пасха. И вообще каждое воскресенье... Каждый... Работать грех. Даже заниматься делами грех. Даже уборка, готовка. Всё это грех. Но я все делаю омлет, потому что я не люблю варёные яйца. Не люблю варёные яйца, у меня от них запор. Вот. В общем, я съела уже готовую творожную пасху. Ну, творожная масса, это сейчас называется, в диксе с инжиром. Очень прикольно. Она ещё со скидкой продалась, потому что у нас, видимо, люди не привыкли к массе с инжиром. По идее, масса должна быть, собственно, с изюмом всё время. Но на короняк с курагой, а с инжиром, не, не помогло. И вот у меня... Ох! Вздулся омлет и опал, как пенис у алкаша. Прямо опал, прям на глазах. Ну что ж, буду кушать опавший омлет. Вот. Лучше опавший, чем никакой. В общем, мне говорили... Мне советовали пойти... Да, ещё я хотела сказать. В заключение советовали мне пойти на выставку трофейной боевой техники. Там всякие трофейные БТР, которые привезли с Украины. В общем, говоря, вот... Да, на Поклонной горе действительно, как говорят, проходит выставка всякой боевой техники трофейной, которая участвовала в боевых действиях с ВСУ. В общем, её привезли и там выставляют. Не знаю, платно это или бесплатно, но я уже читала отчёт на Дзене об этом мероприятии, что там очень-очень много людей. Ну, всё время всегда, в майские праздники, на Поклонной горе всегда много людей. Вот там сейчас особенно много людей, и там даже очень сложно... Эта техника, она за забором, то есть там нельзя её потрогать, полазить, даже сфоткаться на фоне этой техники особо не получится. Вот. И там, короче, большая толпа хочет на неё посмотреть. А сейчас всё-таки, как бы сказать, во-первых, мне ехать на Поклонную гору далеко, то есть это реально прям далековато. Я всё никак до Москва-Сити не доеду, потому что реально далековато. Ну, может, следующие длинные выходные, четырёхдневные, может, всё-таки доеду. Вот. Плюс ещё угроза терактов как бы всё ещё не снята, и она существует. Вот. Никто её не отменял, поэтому я всё-таки посоветовала бы особо не собираться в плотные толпы, на всякий случай всё-таки избегать таких прям супермассовых мероприятий, если есть такая возможность. Вообще, я всё время предпочитала на майские праздники бы куда-нибудь уехать. Я хотела уехать в Вышний Волочок, но там не было места, даже в хостелах не было койко-места. Я понимала, что там может так случиться, что придётся на лавочке ночевать. Вот. И ни в Вышнем Волочке, ни в Торжке там уже не было никаких коморочек, никаких квартир на сутки. И даже, я говорю, в хостелах все места, короче говоря, все койко-места уже были заняты и распроданы на майские праздники. Вот. Потому что мне сказали, там надо было бронировать заранее, чуть ли не в марте, потому что это уже всё занято. Вот. И я, короче, отказалась от этой идеи. Остались только дорогие, говорю, красивые номера, которые там по пять тысяч за сутки. Для меня это дорого и смысла нет. Я говорю, я понимаю, романтической паре. Была бы я в паре, я бы поехала бы, может, ради романтики и красоты. Но так как я не в паре, я одна, и что я буду в этом номере красивом делать. Вот. Как бы... Мастурбация – это как бы грех. Мастурбация. Продолжение следует...